Брестский городской и Кобринский районные отделы по чрезвычайным ситуациям по результатам оперативно-служебной деятельности в 2022 году стали лидерами в Республике Беларусь. А в целом Брестское областное управление МЧС успешно справилось с поставленными задачами. Спасатели Брещины уже традиционно подвели итоги работы на заседании коллегии Брестского областного управления МЧС. Количество пожаров на территории области в следующем году уменьшилось на 74 случаи или 7,5% и составило от 900 сетей. Основной причиной пожаров по-прежнему является неосторожное вращение с огнем 374 парк или 41%. Вызывает определенное последнее увеличение количества причин из-за неисправной электропроводки и нарушений в пользовании еще 26%, а также неправильное пользование либо устройство печей и других цепловых установок – еще 18%. Здесь нашему надзорному блоку необходимо тесно работать с субъектами профилактики, в первую очередь подключая к решению данной проблемы госэнеропиазнадзору. Подразделениями по чрезвычайным ситуациям области на пожарах и других возгораниях в 2022 году было спасено 38 человек, в том числе 5 детей. На акваториях силами органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и освод – 38 человек, из них 10 детей. В экосистемах обнаружено 58 человек. Также за 2022 год удалось укомплектовать подразделения новой аварийно-спасательной техникой. Как никогда в 2022 году, благодаря принятым решениям президента, правительства нашей страны, нам удалось укомплектовать подразделения новой аварийно-спасательной техникой. В целом по стране мы получили 103 автоцистерны, это самая главная боевая единица наших подразделений, и 14 за счет республиканского бюджета, 2 за счет местного бюджета поступили в подразделения Брестской области. Это очень важный элемент в боеготовности, в способности подразделения выполнять поставные задачи. На заседании коллегии также был сделан акцент на мерах по формированию высоко квалифицированного кадрового состава, а также на планах проведения реконструкции и строительства в некоторых подразделениях в ближайший период. Остановились и на моментах, требующих особого внимания, а также поставили цели и задачи на будущий период. Главное пожелание – быть вовремя там, где мы нужны. А для этого должна вестись кропотливая работа по подготовке подразделения, персонально работника к выполнению задач по его назначению. Это быстрое прибытие к месту ликвидации чрезвычайной ситуации, оперативность в оказании помощи гражданам, которые попали в затруднительную ситуацию. Но ликвидировать чрезвычайную ситуацию – это одно дело. Самое главное – ее предотвратить, предупредить. Вопросы в поддержании высокой боевой готовности наших постов, частей, отрядов, в целом дежурных смен – вот это важные элементы, которые мы сегодня разобрали. Завершающим торжественным моментом стало выручение наград лучшим спасателям, а также переходящего приза Брестскому городскому отделу по чрезвычайным ситуациям за высокие показатели в оперативно-служебной деятельности. После заседания коллегии министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадим Синявский посетил также пожарный аварийно-спасательный отряд областного управления МЧС, где пообщался с личным составом и ознакомился с условиями несения службы.